Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня на повестке у нас еще один серьезнейший макроэкономический повод, на который мы обязательно обратим внимание. Итоги у нас будет возможность подвести только уже на следующей неделе, но мы это непременно сделаем. Сейчас фокусируемся на американском рынке труда, поскольку сегодня в 15.30 нас ожидает традиционный для первой пятницы месяца отчет по количеству новых рабочих мест вместе с хозяйственного сектора. Помимо этого, публикуется еще ставка по безработице и показатели роста заработных плат. Снова делаю акцент на то, что зарплата для нас сейчас имеет куда большее значение, чем даже количество новых рабочих мест, поскольку зарплаты и сам факт их прироста – это признак потенциального увеличения потребительской активности, который разгоняет цены и, разумеется, поднимает показатель индекса CPI, то есть показатель инфляции. Напомню, что для представителей ФРС каждый раз, когда стоит вопрос о готовности американской экономики к повышению процентных ставок, очень много внимания обращается именно на этот индикатор. И считается, что до тех пор, пока индекс потребительских цен хотя бы не создаст нормальные условия для роста и движения к целевому показателю в 2%, повышение процентных ставок не произойдет. Но не нужно пессимистичность, скажем, относиться к этому отчету, не нужно считать, что у индекса нет оснований для роста, поскольку вот последние буквально три месяца, если вы помните по отчетам, можете посмотреть даже по экономическому календарю, и у зарплаты прирастают, и больше 2%, что в целом создает хорошее, позитивное основание того, что ФРС будет следить, в том числе и за этим отчетом, ну, может быть, даже в первую очередь, и найдет все-таки основания для того, чтобы анонсировать еще одно решение разгона процентных ставок. Прошу извинения за то, что отсутствовал последние три торговые сессии, принимал участие на конференции, которая прошла на Кипре, в частности, очень много услышал представителей Международного электрического агентства, которые выступали с перспективами нефти, и сегодня вкратце расскажу, ну, точнее, сделаю акцент на одну очень важную новость, это уже подтвержденный факт, который нужно констатировать, это как раз новость, которая касается позиций Брента и WTI, то есть нашего традиционного вступительного актива, которым мы начинаем каждый брифинг, поэтому сейчас давайте не будем нарушать наш уже устоявшийся сценарий, начнем с Брента, клоус вчерашнего дня, 44.16, сейчас актив торгуется на уровне 43.87. Две торговые сессии, последние, оказались восстановителями для Брента, и, безусловно, мы можем найти фундаментальное объяснение, почему сейчас трейдеры делают ставку на укрепление позиции этого актива. Дело в том, что в среду, когда на повестке был один из важнейших отчетов для рынка энергоресурсов, динамика запасов нефти США, мы получили цифру, указывающую на то, что запасы выросли на 1,4 миллиона, против прошлого роста на 1,6 миллиона. И, казалось бы, логично использовать такой фундамент и сам факт прироста запасов как очень неплохой триггер для краткосрочного дополнительного давления на позиции Брента. Но здесь нужно было сделать ставку не только на прирост запасов, но еще и на другой отчет, который касался текущей динамики количества бензина. Вы помните, что буквально на прошлой неделе мы с вами объясняли, почему давление на нефть возросло, и как раз фактором, может быть, ключевого влияния стала статистика, указывающая на то, что количество бензина в предложении резко увеличилось. И произошло это по той причине, что экономисты, которые, в принципе, формируют прогнозы по потенциальному спросу, немножко просчитались, и этот спрос оказался не таким уж и большим. Поэтому нефтеперерабатывающие заводы, которые буквально первую половину 2016 года активно перерабатывали сырье, делали бензин, просто столкнулись с такой ситуацией, что количество бензина превысило по мировым запасам 500 миллионов баррелей, что на больше чем 5% превосходило тот спрос, который мог бы охватить через аппетит и такое предложение. Поэтому нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены сократить производство. Мы увидели, что многие ушли в режим ожидания, предвкушая то, что мировая экономика может показать какое-то оживление в перспективе ближайших кварталов. А вот последний отчет, который вышел, собственно, в эту среду, указывает на то, что запасы бензина сократились и довольны на неплохую цифру, минус 3,3 миллиона. Что тут же оживило спекуляции относительно того, что спрос все-таки будет на порядок выше. Этот спрос охватит то предложение, которое уже создано, значит трейдерам можно возвращаться к идее потенциального баланса между этими ключевыми экономическими категориями, спросом и предложением. Но я сразу хочу сказать, что не стоит торопиться с такими выводами, потому что прежде чем мы можем и сделаем какой-то объективный вывод, мы должны получить не просто один отчет, который может иметь предпосылки сезонного характера и не отражать объективные картины. Нам нужен тренд, нам нужно свидетельство того, что запасы продолжают сокращаться. И сейчас я об этом сказать не могу, поскольку это не так. Поэтому, как бывает часто на рынке энергоресурсов, рынок, который в принципе имеет возможность ориентироваться только на один отчет в неделю, но сейчас, правда, у нас два еще и бэкер-хаджеса в пятницу по количеству платформ, очень бурно реагирует на фактические цифры. И уж тем более тогда, когда у нас до этого разворачивался какой-то тренд, в данном случае понижательные трейдеры, которые все еще делают ставку на покупку, используют его для того, чтобы поднять актив из тех минимальных уровней, которые были достигнуты. Я хочу отметить то, что по нефти сейчас разворачивается понижательный тренд. И то, что мы видели консолидацию, локальный выпад наверх, это ни в коем случае не меняет нашу позицию, указывающую на то, что мы доберемся до поддержки 40 долларов за баррель. Минимальный уровень был 41.51. Буквально считанные пункты нам оставались для того, чтобы протестировать эту поддержку. Но пока этого не случилось. Но он произойдет, уверен, в ближайшее время. Потому что, помимо всего прочего, у нас есть и объективные данные, указывающие на то, что фундамент в плане негатива, он крепчает. Потому что, как я уже отметил, интересное, что я услышал на конференции на Кипре, касалось то, что на текущий момент перепроизводство нефти составляет уже по второму квартале 200 тысяч баррелей. То есть, это дополнительный рост, который никто не ожидал. Объемы производства и выработки нефти в рамках ближневосточного картеля. Мы с вами констатировали тот факт, что производство растет как со стороны Ирана, Ирака, так и со стороны Саудовской Аравии. И если разбирать подробно картину ближневосточного государства, там очень много регионов, которые увеличили выработку. И на текущий момент, если объединить все производство в один показатель, это уже порядка 33 миллионов баррелей в сутки. Ничто иное, как максимум в новейшей истории. Это ключевой посыл, на который мы сейчас, исходя из долгосрочных оснований, просто обязаны делать ставку. Понимая то, что Brent, он обречен на еще большую просадку и снижение. И то снижение, которое мы наблюдали до этого, это как раз та самая реакция трейдеров, которая была основана и связана с фактом переизбытка, перенасыщения нефти в мировой экономике и недостаточным спросом. И все это подогревается еще теми цифрами новыми, которые мы получаем со стороны ОПЕК, то, что производство продолжает расти. И мы делаем параллельно с этим ставку на то, что мировая экономика ослабеет. Это действительно так. Поэтому наша главная идея, она остается буквально на флаге нашего инвестиционного подхода к определению будущего для черного золота. И мы продолжаем снижаться вниз, делая ставку на то, что Brent доберется до 40. Я очень надеюсь, что дополнительный стимул для нефти, дополнительным стимулом выступит еще сильная американская валюта, которая по факту последнего EDP и вчерашних заявок на посуде по безработице может дождаться поддержки со стороны Nonfarm Perls. И я по-прежнему надеюсь на то, что в пятницу мы получим еще один сигнал роста количества платформ США, что окажется уже таким замыкающим новостным поводом для того, чтобы ослабить позиции Brent и снова вернуть его ниже 43 долларов за баррель. Российская валюта сейчас котируется на уровне 65.84, хай был 67.50, к сожалению, дальше рубль не девальвировался, но то, что он будет слабеть, это совершенно очевидно. Рублевая стоимость барреля нефти на текущий момент находится чуть ли не на многомесячных минимумах. Если мы классически перемножим актуальные котировки при маркете и, соответственно, текущие цены на нефть Brent, получим рублевую стоимость одного барреля черного золота Brent 2888 рублей. При этом минимальным достаточно для того, чтобы российский бюджет хоть как-то сводил концы с концами, хотя, наверное, даже 3200 рублей будет уже маловато. Но все равно мы видим то, что больше, чем практически на 20%, мы сейчас не дотягиваем до минимальных нормативных показателей. Соответственно, вывод какой? Нужно искусственно ослаблять валюту, пусть это будет не так резко, как хотелось бы нам видеть, но мы понимаем то, что и Центральный банк тоже не может шокировать рынки и провоцировать резкую девальвацию. Потому что такая же резкая девальвация, она начревата резким ростом индекса потребительских цен, а потребительская активность в России, она оставляет желать лучшего. Поэтому мы ждем, привыкли уже это делать, ждем пусть и монотонный, но все-таки ослабление рубля с периодически, может быть, резким ходом. Но он будет направлен на тестирование ближайшего сопротивления 68 рублей против доллара. Стоит ли заходить сейчас в пару, либо интересоваться физической покупкой валюты? Стоит, потому что у нас впереди возможно потенциал ослабления больше 5%. То есть, для краткосрочной сделки, даже через физическую покупку валюты, это хороший профит, за который можно зацепиться. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Сейчас актуальные актировки 1.11.37. Евро заморожен в довольно широком, но все-таки коридоре 1.10-1.12. И пока европейская валюта никак не может найти стимул для того, чтобы пробить либо поддержку, либо сопротивление. Но сопротивление 1.12 пробить, может быть, и есть основания, учитывая полученный спрос на иену, который мы наблюдаем в последнее время. Напоминаю то, что евро, будучи инструментом, за которым стоит регулятор с крайне низкими процентными ставками, славится статусом валюты фондирования. Но пока есть еще и фундаментальные факторы, которые не дают все-таки развернуться быкам, поскольку есть вероятность получать и дальше слабые макроэкономические отчеты, увидеть в перспективе ближайшего квартала низкие значения по инфляции и снова начать спекулировать на теме того, что ЕЦБ пойдет на дополнительные шаги экономического стимулирования. В частности, на этой неделе вышел отчет по индексу цен производителей. Статистика по еврозоне хорошая. В целом, по этому отчету снова прирост в целых 0,7% в месячном выражении. И это все отголоски недавнего восходящего тренда по черному золоту. И сейчас мы видим то, что нефть уже неплохо провалилась. Поэтому, учитывая задержку временной лах, мы дождемся отдачи. Опять же, снижение цен на нефть, снижение цен на энергоносители, на показатели инфляции спустя полтора-два месяца. И я считаю то, что месяц у нас уже прошел, поэтому мы в следующем готовимся к тому, что индекс потребительских цен в рамках еврозоны может снова уйти ниже нуля. И тогда разговоры о том, что ЕЦБ поддержит агрессивный подход экономического стимулирования, поддержит позицию Банка Англии, которая была озвучена вчера, и также создаст условия для долгосрочного ослабления европейской валюты. Сейчас какой бы прогноз от крупнейших инвестиционных банков вы не посмотрели бы, никто, правда, не прочит до серьезного ослабления евро. Но то, что евро доберется до уровня 1.08, это как пить дать. Я думаю, что произойдет это вот в перспективе, возможно, ближайшего, может быть, месяца чуть больше. Но вряд ли на это потребуется больше, соответственно, недель, больше фундаментальных факторов и спекуляций. Давление на евро, оно остается. Мы понимаем то, что даже сильная иена не позволяет евро уйти выше сопротивления 1.12. Это большой показатель, который явно указывает на то, что евро может в моменте потерять очень много. И против европейской валюты действует еще и довольно неплохой макроэкономический фон из США, ну, по крайней мере, по рынку труда и недвижимости. Об этом мы еще поговорим. И также я хочу, чтобы вы делали ставку на то, что если на рынке отсутствуют убедительные лично для вас фундаментальные предпосудки для слабости евро, посмотрите на расхождение доходности американских трежерис и, соответственно, немецких бумаг. Вы поймете то, что она по-прежнему существенная и она по-прежнему позволяет делать большую ставку и провоцирует больше интереса именно к американским облигациям, что приводит к притоку средств и укреплению позиции доллара. Это еще один такой извечный фундаментальный посыл, который я доношу до вас и надеюсь, что многие из вас уже им руководятся. Прямо открываете доходности соответствующих облигаций, смотрите, насколько изменилась вся разница за последние торговые сутки, если это как косок, ну, либо за последние недели для долгосрочных трейдеров. И можно торговать даже исходя из этого. Дальше идем. Фунт против американца. Это хай буквально до четверга, который показал британец против доллара 1.3370. И, как я вам и говорил, что ни в коем случае не нужно обращать внимание на локальный выпад, потому что фунт остается аутсайдером. Я надеюсь, что вы не проигнорировали мой совет и смогли заработать неплохо по факту вчерашнего решения Банка Англии, которая гласила и стала свидетельством того, что Банк Англии, наверное, единственный из регуляторов за последние месяца 3-4, который выполнил свои обещания. И оказался проактивным, начал действовать на опережение и, не дожидаясь, когда ситуация с Брекситом окажет максимально негативное влияние, стал действовать ставка по рефинансированию. Снижена с 0,5 до 0,25%. Помимо этого, Банк Англии пошел еще дальше, увеличил программу действующего, программу количественного смягчения с 375 до 435 миллиардов. Да и еще сообщил об анонсе и готовности покупать корроративные облигации на сумму в 10 миллиардов фунтов. Вот сразу три серьезных шага, которые и стали причиной резкого ослабления британской валюты и ухода непосредственно к уровню 1.31. Вот сейчас пара держится чуть выше, но поскольку мы вчерашнюю торговую сессию закрыли на минимальных уровнях дня, я считаю то, что потенциал, он скопился большой и еще не до конца реализован в плане ослабления. Уверен то, что мы как минимум доберемся до поддержки 1.30, прежде чем рассмотрим возможность изменения инвестиционного подхода, либо начнем анализировать и рассматривать возможности покупки фунта. Пока я даже сейчас говорить об этом не хочу, потому что помимо пересмотра ключевых параметров денежно-кредитной политики, Банк Англии сообщил о том, что влияние Брекзита не стоит недооценивать, оно в буквальном смысле сокрушительное. Прогнозы экономического роста на 2017 год пересмотрены до 0,8% с прошлого показателя в 2%. Представляете, как резко сейчас может сказаться факт автономии, текущей автономии Англии на экономическом восстановлении. И это еще не предел. Многие считают то, что экономика Англии может просесть до 0,5%, либо даже показать такой скромный экономический рост, как показывает в целом вся еврозонда. Я считаю то, что эти мрачные предположения, они сопряжены с действительностью. Об этом нужно помнить всегда, когда вы хотите подороговать фунтом. И всегда нужно понимать, что в любой момент фунт может оказаться под серьезным давлением и вряд ли это у кого-то вызовет вопросы. То, что этот актив остается одним из самых волатильных, совершенно очевидно. Плюс ко всему еще хочу отметить то, что решение по процентной ставке было по снижению принято единогласно. Это очень важный момент, поскольку, вы помните, до заседания, до четверга, один из представителей из голосующих членов ФОПСа отмечал, что будет голосовать против снижения процентной ставки. И мы с вами позволили себе предположить, что если в течение недели выйдет несколько слабых отчетов до суперчетверга по Англии, эта слабая статистика, так же, как и недели ранее, и так же, как и переубедила господина Уэлла, смогла бы переубедить и ОПСа. Именно это и произошло, поскольку до четверга у нас был индекс деловой активности в промышленности, индекс деловой активности в сфере услуг и в строительстве. Все эти сферы просели, и, в частности, промышленности минимальное значение с 2012 года. Что касается сферы услуг, минимальное значение за последние 6 лет. И эта статистика, которая, по сути, повторила и слабые отчеты прошлого месяца, еще раз доказала то, что, возможно, Англия уже по этим секторам находится в состоянии рецессии, и картина дальше будет только усугубляться. Поскольку до сих пор нет четкой дорожной карты и нет понимания того, с чем столкнется Англия в перспективе ближайших месяцев. То, что Банк Англии стал действовать сейчас, молодец. Это большая похвала им, поскольку именно такое решение проблем в зародыше, как только они формируются, может иметь определенные плоды. Поскольку промедление всегда чревато еще большим экономическим коллапсом и, соответственно, еще большим усугублением проблем. Яркий пример Банк Японии, который на протяжении последних, наверное, 25 лет уже борется с низкими значениями по инфляции и до сих пор считает, что смогут справиться без более агрессивного выкупа активов. Но пусть считают, пройдет еще полгода и индекс потребительских цен так и будет держаться ниже полутора процентов. А может быть даже и демонстрировать дальнейшее понижательное рак, ну, в плане статистики. Поэтому по фунту сегодня смотрим еще за статистикой США. Я надеюсь, что NonFarmPayles повторит сильный отчет по EDP и станет еще одной причиной серьезного давления на все рисковые инструменты, среди которых, конечно же, и фунт. Поэтому в качестве целей на сегодняшнюю торговую сессию, я считаю, можно замахнуться на тестирование поддержки на уровне 1.3050. Доллар японская иена сейчас торгуется на уровне 101.11 буквально всю эту неделю. И не только. Мы видели, как японская валюта из-за своей бодрости, крепости выступала чуть ли не главным триггером для всего рынка. Восстановление иены и спрос на защиту стало причиной роста европейской валюты. Прежде всего, стало причиной слабости доллара. А слабость доллара использовали рисковые инструменты, которые буквально первую неделю росли тогда, когда, по идее, должны были скорее с фундаментальной картины падать. Сейчас хорошо, что тренды все-таки разворачиваются и рисковые инструменты понемногу начинают пятиться к тем уровням и к тем ценовым ориентированиям, на которых и должны находиться. Доллар японская иена. Напомню, почему росла японская валюта. Потому что Банк Японии не анонсировал те стимулы, которые мы хотели услышать. И, плюс ко всему, еще в ходе этой недели представитель министра финансов Японии сообщил о том, что ихнего шага по инициированию программы покупки ETF на 28 триллионов иен будет достаточно, чтобы простимулировать экономический рост на 1,2-1,3%. Но это бред. Также, как и бредом, являются комментарии, то, что целевой показатель по инфляции будет достигнут 2%, удастся достигнут 2% в 2018 году. Это тоже крайне маловероятно. Кураде, который сейчас возглавляет Банк Японии, Исин Забе, который является премьер-министром вот этой связки. Для этого понадобилось 3 года, чтобы исполнить свои обещания, потому что бы разогнать потребительскую активность. Но вот прошли 3 года и ничего не изменилось. Напротив, индекс потребительских цен продолжает снижаться. Поэтому я хочу снова, чтобы вы обратили внимание на факт того, что японская валюта может быть и накрепла в последнее время, может быть весьма чрезмерно. И подкрепить то, что особенно на это не стоит обращать внимание, хочу комментариями замминистра финансов Японии Асакавы, который отметил то, что укрепление иены, которое мы наблюдали в последней торговой сессии, это исключительно спекулятивное и одностороннее движение. И обычно такие формулировки, они как раз расцениваются и интерпретируются рынком как предупреждение о возможных валютных интервенциях. Да, мы их ждали еще и месяц, и два назад, к сожалению, не дождались. Но то, что пара у нас снова подбирается к поддержке 100, может быть в этот раз, соответственно, рука решительная Банка Японии дрогнет. И мы узнаем о активных валютных интервенциях, которые будут направлены на то, чтобы сбить курсы японской валюты. Текущие уровни для тех, кто был в стране, задумывался о том, чтобы подорговать пары USD и Йена, сейчас являются отличными, чтобы занимать длинные сделки. Те, кто уже обжегся, я советую тогда уже подождать сегодняшний отчет по Non-Farm Parallels. Подождать, пока пара снова уйдет выше 103-104 йен за доллар, только после этого покупать. Но если хотите рискнуть, советую делать это уже сейчас, потому что потенциал коррекционной динамики незначителен, вряд ли мы окажемся ниже 100 йен за доллар. А вот потенциал прибыли, который можно получить, исходя из покупки, даже из расчета возвращения в район 108 йен за доллар, он куда выше. Сегодня следим за Non-Farm Parallels, это ключевой отчет по американскому рынку труда. Исходя из корреляционной связи и обычно схожих показателей с EDP, рассчитываем то, что Non-Farm Parallels не подведет. Параллельно с этим делаю ставку на рост заработных плат, что в целом может стать причиной повышенного спроса еще, соответственно, на доллар. И поспособствовать тому, чтобы пара USD и Йена хотя бы на основу оказалась выше 102 йен против американцев. Я считаю то, что это сопротивление мы сможем протестировать до конца сегодняшней торговой сессии. И еще хотел сказать про австралийца. Вы знаете, что на этой неделе Резервный банк Австралии снизил процентную ставку с 1,75 до 1,5%. Но вот реакция пока не совсем та, которую мы с вами ожидали. На текущий момент пара торгуется на отметке 0,7650. И я считаю то, что преимущественным образом это связано с восстановлением цен на железную руду, которая является главным экспертным товаром для Австралии. Но совершенно очевидно, что вот этот восстановительный импульс на рынке сырья вот-вот будет потерян. Железная руда снова проседит стоимости. И мы с вами тогда сможем насладиться тем фактом, что Резервный банк Австралии все-таки уже перешел от своего дела и начал активно стимулировать экономику. Поэтому австралиец пойдет ниже и очень быстро окажется ниже 0,75. Это как ближайшая поддержка, которую мы с вами просто обязаны протестировать, проводя такую четкую параллель ей фундаментальные анализы. Долгосрочная цель это 0,72. Что касается важных отчетов, как я уже отметил, на сегодня в 15.30 Non-Farm Pails, в 15.30 также вводит отчет по рынку труда Канады. Мы поговорим о нем уже в понедельник, но я думаю, что будем с вами подводить итоги слабого отчета по канадскому рынку труда. И в 20.00 еще Baker Hudges, количество нефтяных платформ. Это отчет для нефти, ждем еще одну неделю роста и ждем как раз той самой фундаментальной поддержки для ослабления Brent к концу, собственно, этой недели. Кодовое слово на сегодня – индекс, величина бонуса 17%, действует он до следующего брифинга, который состоится в понедельник. Я снова в строю, поэтому мы с вами увидимся в 9.30 в прямом эфире, либо на вебинаре, который состоится в 16.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Хочу пожелать вам, безусловно, попутного тренда, безусловно, прибыльных и хороших сделок и, конечно же, хороших выходных. Всего доброго, до свидания.